Тут такой котик. Ну, конечно же, все спят, поэтому я ухожу так рано, чтобы... Ха-ха-ха! Не знаю, буду было. Не буду куда-много. Онлайн. В прямом эфире. Привет-привет. С вами доброго утра. Отличного настроения, как у меня. Я за три дня отдохнула. Хотя, что я там отдыхала? Не знаю, когда я успела отдохнуть, но я отдохнула. Три дня без тренировок. Это как будто полмесяца прошло. Я снова в рядах, вечно хотящих похудеть. На весах плюс килограмм. Черт, его бы подрал. А это просто вернулась вода. Как ушла, так и пришла. Почему я отвечаю на сообщения? Хотите мой директ открыть? Там сообщений более двух тысяч. Я не успеваю физически всем отвечать. Извините, но их слишком много. Кому успеваю, тому отвечаю. Всем отвечаю в порядке очереди. Некоторые глупые сообщения я вообще не отвечаю. Отклоняю. Ну, я креатив не делаю. Я благодаря тебе пошла в зал. А благодаря мне пошли в зал, знаешь, сколько? В мой зал только, где я живу, уходят больше половины девушек только благодаря мне. И там приходит, говорит, фиг, спасибо. Так бы мой зал, наверное, вообще пустовал. Туда никто бы так, как не ходил, так и не пошел бы. Расскажите, пожалуйста, когда лучше бегать, утром или вечером? Мне дренер говорит, ну это щак, типа нельзя бегать. Здоровье, каково, будешь. Бегайте тогда, когда вам комфортно. Комфортно утром бегать? Бегайте утром. Комфортно вечером бегать? Бегайте вечером. Делайте хоть когда-нибудь, хоть что-нибудь. Не нужно никаких рамок. Когда заниматься? Каждый человек занимается в силу своих биологических часов. Визиологических. Когда у него есть время, тогда пускай занимается. Вот и все. Скажи, пожалуйста, как ты занимаешься в критические дни? Стоит ли делать перерыв? Если вам плохо, делайте перерыв, конечно. Сколько таблеток пьешь и пищей страдает? У меня все страдает. Я вообще больной человек. У меня не надо равняться. Сейчас занимаюсь, что я голодным живу. Он голодный. Там делать нельзя. Я пью быца. Если не пьете быца, страдают мышцы. Если пьете быца, страдают уже кота. Так что выбирайте. Либо желудок, либо мышцы. Доченьку шат. Сентябрь уже отпахаю. Хрен с ним. Уже обещала. Последний старт. Все. Потом буду отдыхать. Останавливаться. Путешествовать. А потом уже и беременеть. Если это будет, конечно же, легко. Я думаю, вряд ли это будет легко. Через какое время менять тренинг? Как их менять? Ведь упражнения одни и те же веса повышать. Смотря какая цель. Понимаете? Как-то мне задали вопрос. Можно ли бег заменить тренажеркой и силовыми? Вы понимаете, что функции тренажерка и силовые выполняют абсолютно другие, нежели бег? Бег повышает выносливость, улучшает работу сердца. Тренажерки и силовые растят мышечную массу. Смотря какая у вас цель. Как может рост мышечной массы замениться кардиоупражнениями? Бег это кардиоупражнение в первую очередь. Это не силовое упражнение. Как оно может замениться? Смотря какая у вас цель. Если менять тренинг и как их менять, ведь упражнения одни и те же. Веса повышать тоже. Смотря какая цель. Если вы растите мышечную массу, то можете по одной тренировке заниматься и два, и три месяца. Но если у вас будет прогресс в весах, если вы постепенно будете повышать веса, если веса некуда повышать, то естественно вам нужно менять сами упражнения. Если вы работаете на похудение, на проработку рельефа, ну о каких весах может быть идти речь? Тогда если у вас одна программа, меняйте количество повторений, меняйте интенсивность, увеличивайте интенсивность и количество повторений, а не увеличивайте веса. Я говорю, меня так убивают люди, которые худеют, делают акцент на силовых тренировках, а потом спрашивают, почему у них не худеют ноги. Но это правда смешно. Силовые тренировки должны быть вообще на последнем этапе, на последнем месте. В первую очередь должны круговые и кардио тренировки. Силовая тренировка максимум раз в неделю, раз в полторы недели, на большие мышечные группы, на жопу допустим, на спину. Но никак у тебя не три силовые и три кардио, но это бред. Это малоэффективно, у тебя должно быть шесть круговых тренировок, может быть еще и дополнительно шесть кардио тренировок. Тогда будет эффект. А когда пришли, поприседали, выпады сделали с большими гантелями, становы потянули, дома пришли еще и пожрали вдобавок. И, конечно, ваши ляги никогда в жизни не похудеют. Они так и тряслись и терлись друг об друга, они так и будут тереться друг об друга. Я думаю, толку будет никакого. Можно ли делать каждый день тренировки на одни и те же мышцы? Просто мне сказали, что нельзя. Нужно мышцам отдыхать. Я еще раз говорю, вы можете узнавать, какая у вас цель. Если у вас цель рост мышечной массы, то, конечно, качать мышцы каждый день нельзя. Они растут, когда отдыхают. Тогда вам необходимо делать 3 раза в неделю силовые тренировки. Допустим, самая большая группа мышечная, да, у нас, ягодицы, спина. Делайте в начале недели. Напоследок оставляйте там плечи, трицепс, бицепс и так далее. Либо делайте его в середине. Вот тогда мышцы должны восстанавливаться и отдыхать. Если вы хорошую, жесткую, силовую сделали, большими, огромными весами, допустим, в понедельник на задницу, в среду вы сделали там плечи, бицепс, трицепс, жестко прям плечи прокачали. Если в среду, там, пятницу вы хорошо прокачали спину, то, естественно, промежутки между этими днями вы должны отдыхать и восстанавливаться, кушать и так далее. Тогда у вас будет рост мышечной массы. Девочки, ну если вы худеете, к какому нахрен отдыхе может идти речь? Вам не нужен рост мышечной массы под вашим слоем жира. Вам нужно тупо сначала похудеть, а потом уже думать о мышечной массе. Поэтому вы должны, вы не растите мышцы, когда худеете. Вы просто избавляетесь от жира. А мышцы постепенно приходят в тонус. Во время выполняемых вами упражнений. Вот. Поэтому, когда вы задаете вопросы, напишите, пожалуйста, цель вашу. Без цели, тогда как я буду знать, что вам необходимо сделать? Как набрать вес? Увеличить углеводы. Ну, конечно же, увеличить углеводы и увеличить веса в тренировках, в упражнениях. Упражнения должны быть базовые, силовые. Курила, курила, курила. С 12 лет курила, 10 лет. Как бороться в галифе? Той же коротышка, как ты смотрела фото до, но вылитая моя жирненькая жопа. Как? Пахать, пахать, тренироваться. Тренировки круговые, с резинками. Приставные шаги вот эти вот. Махи всякие. Все должно быть высоко, интенсивно, и каждый день ты должна пахать, бегать, тренироваться. Вот, видела мои круговые тренировки? Вот такие круговые тренировки. С первого по последнее. Всегда должны быть без отдыха. И такие тренировки у тебя должны быть каждый день. Такое жесткое питание должно быть каждый день. Без каких-либо сраных читмилов, которые вы любите. До тех пор, пока вы не добьетесь результата. Только спустя 9 месяцев минимум регулярных тренировок у вас уйдет ваше галифе, уйдет целлюлит и уйдут ляжки. Ну, смотря какая изначальная жировая или лишняя масса в теле. Вот. У меня тоже гастрит хронический. Как свою печень защищать? Как печень? Растопшие эти в аптеке продаются для печени. Ну, и в конце концов, эссенциальные форты. Убери эти ресницы. Хочу ничего убирать. После беременности будешь высыпать? Не знаю. Вик, скажи, пожалуйста, только бегом, планкой, приседаниями и ППС могу сделать красивое тело. Лишнего веса нет, только небольшое жировое положение. Нет, не только бегом, планкой и приседанием. Существует масса упражнений. Если ты каждый день будешь делать одно и то же, твое тело очень быстренько привыкнет и толку никакого не будет. Хоть ты, блядь, по пять минут стой в этой планке, организм тебе покажет фигушки, потому что он привыкнет. Ты будешь вырабатывать выносливость, если ты будешь повторять каждый день планку. Ты не похудеешь и не избавишься от жировых отложений. Необходимо выполнять разнообразные тренировки. Все время должен быть стресс для организма. Он не должен быть готов к твоим упражнениям. Для него всегда они должны быть новые. Поэтому, профи, закажите программу тренировок. Там будет куча-куча разных упражнений, от которых ваш организм просто охренеет и за месяц сразу потеряет минимум 3 килограмма лишнего веса. Привет, скажи, пожалуйста. Блин, я думала, вы спите, е-мое. А дело просто поболтать. Думаю, ну в 6 утра задалбливать меня не будут. Так, пообщаюсь. Ага, хрен из 2 кто спит. Фу, подождите. Я не готова. Скажи, пожалуйста, я стройная, но много жира, мне кажется, на боках, на спине. Питаюсь правильно, варикоз сильно. Что мне поможет? Круговые? Ай, набери. Решетка, целяем варикоз, там пост. Такие упражнения можно делать при расширении вен. В этом сезоне нет. Все, куда? 6 стартов. И что? У меня организм скоро пошлет. В далекие края. Вика, прибавить вес, я родила, я сильно похудела. Правильно питаться с профицитом калорий, ходить в спортзал 3 раза в неделю минимум, спать минимум 10 часов в сутки, не нервничать, правильно тренироваться, и правильно восстанавливаться и отдыхать. Тренироваться с большими, огромными, просто весами. Перед тем, как начать заниматься с большими, огромными весами, естественно, нужно поставить технику, выбрать правильный план упражнения и постепенно прогрессировать. Наберете вы вес, если вы хотите не жировой вес набрать, а правильный, красивый мышечный вес, минимум на все это дело уйдет у вас год. Почему меня спрашивают, Вика, ты не берешь в проект, там, ну типа вес набрать? Ну потому что результат, чтобы набрать вес, будет виден минимум через год. А результат, чтобы похудеть, можно увидеть через месяц. Поэтому, конечно, зачем я, с кем я буду год возиться? Вот, это очень сложно. Набрать вес и увидеть результат намного сложнее, чем похудеть. Но сам процесс набора веса намного проще, чем процесс похудения. Поэтому тут палка двух концов. Худеть сложнее в плане питания, тренировок. А набирать лево, что ты жрешь и качаешься три раза в неделю. А в похудении ты не жрешь и не качаешься, ты просто пашешь, как папа Карла. Но результат виден быстрее в похудении, естественно, нежели в наборе веса. Поэтому, тем, кто набирал вес, красивый, мышечный, из дистрофика, то респект вам уважуха. Молодец, это очень сложно. Ну, сложно не сам процесс. Я еще раз говорю, для меня процесс набора веса намного легче, чем процесс похудения. Потому что я сюда пришел три раза в неделю. Сделал несколько базовых упражнений с тяжелым весом. Все, и пошел себе спать, отдыхать. Пришел домой, закинулся в вкуснятины какой-нибудь углеводной. И отдыхаешь. Вот, вся задача по набору веса. Поэтому, ну, по мне так набрать вес намного легче, чем похудеть. Ну, а вот результат, еще раз повторюсь, увидите вы не скоро. Как вы всегда занимаетесь с тренером. Нет, не всегда. Лично с тренером я практически никогда не занимаюсь. Тренер дает задания, я их выполняю. Все. Ну, половину я выполняю сама. Эфир в ТГ я не успеваю посмотреть. Хорошо, сохраню эфир в ТГ обязательно. Вик, во время приседа идет, как будто ток по ноге, потом кожа не умеет. Не знаешь, почему так? Ну, неправильная техника, почему еще? Технику ставьте себе. Скажите, какой мукой можно заменить привычную пшеничную, овсяную или рисовую, какой-то другой. Несмотря что вы готовить будете, видите. Цельнозерновая, овсяная, ну, крайня кукурузная. Мне нравится кунжутная, нутовая, но у них мало углеводов, поэтому она не так эффективна. Выпечка. Вот. Ну, цельнозерновая на край. Ну, да, повышаю веса, пока что лишнего веса. Ну, это молодец. Сколько времени нужно на подготовку, реально за полгода подготовиться. Это все индивидуально. Все зависит от вас, от вашей генетики, от вашего типа телосложения, от ваших пропорций. Кому-то надо 4 месяца, кому-то полгода, кому-то год, кому-то два, кому-то три. Как будто надо выстрелить, я не знаю, 10-500 сезонов, хоть как-то, чтобы их заметили. Тут все индивидуально. Посмотрю на тебя и в зал, врач. Правильно, правильно. Ура, я попала в автомобиль. Молодец. Как относишься к ПП-десертам, которые прогландируются, продают их под собственным. Вот. Вчера ко мне приходил кроссфуд. Мы составляли мне новое меню. Вот, под моим руководством. Ну, точнее, я обговорила, что делать, что можно внести, что убрать. Убрала чертову грудку с брокколи, от которой меня уже просто ворочат. Убрала тыквенное пюре, короче, пока все меню убрала. Тердую матерь, я его видеть больше не могу. Вот. И смотрела, конечно же, ПП-рецепт. Честно, я вообще в полном шоке. А потом люди спрашивают, почему они не худеют. У них эти ПП-десерты сахзам, ванилин, мука такая, мука такая. И они потом удивляются. Блин, почему же я не худею? А я с утра, каждое утро могу себе позволить ПП-десертик. Конечно, дорогая. Дальше позволю себе ПП-десертик. Кушаю его каждое утро. И, конечно же, ты похудеешь. Но это реально бред. Я закончила соревнования. Я могу расслабиться, но хрена с два. Никакого ПП-десертика я себе позволять не буду. Выбрала там парочку вариантов, которые более или менее безобидны. Остальные для меня, как кажется, конечно же, обидными. Конечно же, они будут отражаться на весах. Кто бы что ни говорил. Все грешат на гормональный сбой. Девочки в фитнес-бикини после соревнований. А я думаю, это ни хрена не гормональный сбой. А эти ПП-вкусняшки, которые они начинают каждое утро себе позволять. Так как сезон завершен. И потом превращаются просто вот в свинушек. Поэтому я против ПП-вкусняшек. Но усеньки. Я покушаю что-нибудь посерьезнее. Я против вообще сахарозаменителей. Кофе с сахарозаменителями. Кофе с молоком. И так далее. Я против всего этого. Я как и не ела никогда этого, так и не буду есть. Вот. Ну и как вы можете судить сами. Я уже два года в форме. И так и никогда не толстела. Вот. А кто ПП-вкусняшки себе позволяет, ну тот молодец. Если он держит форму и рельеф, красавчик. И худые ноги особенно. Вообще это просто какая-то ведьмочка. Вот. Как избавиться от небольшого живота. Посадинного круга. Худеть уже некуда. Абдомопластика. Если некуда худеть. Если вы локально не можете убрать лишние жировые отложения. Если у вас все похудело. Локальное похудение. Если у вас везде все замечательно. Остался жир, допустим, на руках. Идите, делайте липолитики. Остался там вот этот живот, который никуда не дается. Который растянулся. Идите, делайте абдомопластику. Остались ляжки. Ну, ляжки можем убрать. Но это сложно. Коли, телеполитики. Локальное похудение только с помощью людей. Обычное похудение никак не воздействует на локальные, да, излишние места жировые. Поэтому вперед. Врачам то, что касается груди. Когда спрашивают. Блин, я вот похудела. И грудь похудела. И же похудела. Блин, ну если у тебя жир в груди был. Я что и сделаю? Я что и сделаю, что у тебя грудь ушла. Все хотят везде там похудеть. Там отставить. Такого не бывает. Запомните раз и навсегда. Можно похудеть. Только по всему телу. Просто где-то жира остается больше. Где-то он уходит меньше. Поэтому тут уже все индивидуально. У меня степпер. Этот. Эллипс. Эллипсой плюс степпер. Сейчас пойду уже собираться. И на съемки с Оксаной поедем. Сегодня будем красить ей волосы. Я уже 40 минут кардиодористовала. Скажи, пожалуйста, может быть, были я бегом приседами. Главное, это уже горело. Все горело. Как бы сделала сейчас грудь, если бы у тебя еще не было ребенка? Как относишься вообще, когда нерожавшие девушки делают себе грудь? Я против. Ну а что? Ну, пускай она маленькая, но она у вас по-любому миниатюрная, аккуратная, красивая. Зачем делать себе грудь? Ну, потерпи, ты родишь и сделай все, что хочешь. Нет, я против девушек, которые не рожали. Чтобы они участвовали в фитнес-бикини, особенно юниорки. Они даже представить не могут, какой вред своему здоровью они наносят своими выступлениями. А понаблюдайте за тренерами, понаблюдайте за спортсменками, куда они делись после нескольких сезонов. Они не выкладывают фотографии, а когда их видишь на соревнованиях, ты просто вот так мне хочешь сказать, Господи, это ты? Ты же была вот такой, что с тобой стало? В кого ты превратилась? Поэтому, девочки, очень-очень аккуратно, вы маленькие еще, глупенькие, которые не рожали. Вы не знаете, как правильно выходить, как правильно заходить. А тренерам большинство похеру, они дают одну и ту же схему всем подряд, понимаете? Я за мое питание отвечаю только я. Я никогда, вот первое время я послушала, да, трениров, вот, и посидела на таком питании, чем испортила себе все на свете. Поэтому в дальнейшем я служу за своим питанием сама. Если делать так, как говорят супертренера, которые всем подают на гребенку, а некоторых сажают на фармакологию, после которой плачевных последствий 100% не избежать, зато будет 100% результат для них, это в любом случае. Вот, и они, конечно же, никого не жалеют. Вот, поэтому 100 раз подумайте перед тем, как перед родами, если вы еще не рожали, делать грудь, выступать и тому подобное. Подумайте о своем будущем. Это что там потеешь, малая все утра, да? И как приподнять верхнюю часть ягодиц? На самом деле это очень сложная задача. Я до сих пор пытаюсь ее приподнять. Ну и делать упражнения, акцентированные на верхнюю часть ягодицы. Делайте базовые упражнения. И изолированными упражнениями добивайте верхнюю часть ягодицы. Это полея, приседания, напрягая ягодицы. Румынская тяга. Махиноги назад. Разведение ног. Ну и так далее. Очень много упражнений. Поэтому проще наймите себе тренера. И этот вопрос задайте ему. Как питаться из тренировки поздно заканчивается в 22? Никак. За 2 часа до тренировки в 7 вечера. В 6 вечера кушаешь, идешь на тренировку, приходишь, ложишься спать. Выпиваешь бциашку. Если это похудение, если у тебя дефицитер калорий. Если у тебя набор массы, ну можешь после тренировки приехать. И съесть творожку с бананчиком. Тут все индивидуально. Вот сколько часов тренируешься. Ну час минимум. Я тренируюсь. Как бросила курина. Долгая история. В следующем эфире я вам все расскажу. Так, я пошла я собираться. Сегодня мы Оксанку едем красить волосы. Вот. Наводить красоту. Так что смотрите, кто пропустил эфир с играми. Я туда все обязательно скину. Вот. И не мотайте на уши все, что я сказала. Все, все, спасибо. Всего отличного дня. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok.